С приходом осенней дождливой погоды обостряется подагра. Мучительные воспаления суставов ног, сопровождающие это заболевание, осложняют жизнь. Учитывая, что это хронический недуг, полностью вылечить его не удается. Но существует средство для снятия обострений и возврата в состояние ремиссии. Препараты, которые предлагает официальная медицина, далеко не безопасны, а вот альтернативы народной медицины могут стать спасением, не подарив букет побочных эффектов. О причинах развития подагры и способах борьбы с ней в домашних условиях мы расскажем сегодня. Причины подагры Вся симптоматика этого заболевания возникает из-за накопления в суставах мочевой кислоты. Этот продукт переработки пищи, богатый пуринами, в норме должен выводиться из организма почками. То количество, которое остается в крови здорового человека, не способно нанести вред суставам и не приводит к развитию подагры. Почему же эта болезнь существует и довольно широко распространена? Природа подагрических обострений может быть связана либо с нарушением функции почек, либо с повышенной выработкой мочевой кислоты. Часто подагра развивается на фоне других заболеваний опорно-двигательного аппарата. Это происходит вследствие их неправильного лечения. Когда пациент злоупотребляет обезболивающими и нестероидными противовоспалительными препаратами, почки могут просто не выдержать нагрузку. Все эти медикаменты снижают функцию почек, поэтому применять их нужно по острой необходимости и как можно более коротким курсом. В случае, когда человек длительно пьет такие лекарства, функция почек может снизиться до критического уровня. При этом долгое время может не возникать никаких симптомов, а когда болезнь уже будет выявлена, восстановить функцию почек не удастся. Это крайний вариант, требующий заместительной терапии в виде диализа. Но даже если удар по почкам не столь сильный, любое снижение их функции приведет к накоплению мочевой кислоты в организме, что выльется в подагру. Симптомы заболевания Основной симптом – боль, покраснение и повышение температуры в суставе. Чаще всего первым болезнь поражает суставы больших пальцев на ногах, но постепенно она распространяется по другим суставам нижних конечностей, а дальше и по суставам рук. Друзья, ценность здоровья невозможно переоценить, и заботиться о нем должен каждый из нас. Мы стараемся искать для вас действительно полезные и простые в применении рецепты укрепления здоровья. Ведь лучше предотвратить болезнь, чем пытаться ее вылечить. Поддержите нас, подписавшись на канал. С годами по мере прогрессирования заболевания мочевая кислота начинает скапливаться в суставах и под кожей, образуя так называемые тофусы. Это сгустки мочевой кислоты, которые могут превратиться в гнойники. Если сгустки достаточно большие, то их требуется удалять хирургическим путем. Если же этого не сделать, в будущем возможен разрыв такого сгустка и попадание гноя в кровь, что может привести к летальному исходу. Как же остановить развитие подагры? Официально медицина предлагает препараты, снижающие уровень мочевой кислоты. Но у них также есть побочные эффекты в виде негативного влияния на почки. Мы же хотим вам рассказать о рецептах народной медицины, которые помогут вывести мочевую кислоту. Люди, регулярно применяющие эти рецепты, отмечают их мягкое воздействие без побочных эффектов. Ванночки и сок от подагры Бороться с этим недугом лучше всего с помощью комплексного воздействия. Внутрь нужно принимать сок из укропа, петрушки, сельдерея и лимона. Все эти растения содержат вещества, которые связывают и выводят кислоты, включая мочевую. К тому же они повышают иммунитет и благотворно влияют на работу почек. Для приготовления этого сока возьмите небольшие пучки укропа, петрушки и сельдерея и мелко порежьте их. В миску с этими травами налейте пол-литра горячей воды и накройте миску плотной крышкой. Дайте этой смеси настояться в течение 20 минут. После этого процедите полученный настой и добавьте в него свежевыжатый сок одного лимона. Пить этот сок нужно понемногу в течение дня. Помимо непосредственно очистки организма, он хорошо укрепляет иммунитет. Местно при подагре помогают ванночки. Для их приготовления возьмите 3 столовых ложки сухой календулы и столько же ромашки. Смешайте эти ингредиенты в литровой банке и долейте до верха кипятка. Закройте крышкой и дайте настояться полчаса. В тазик налейте теплой воды комфортной для вас температуры. Добавьте в нее 100 грамм соли и тщательно размешайте. Влейте в тазик настой ромашки с календулой, размешайте и приступайте к полосканию ног. Держать ноги в этой ванночке нужно в течение 20 минут. Делайте эти процедуры трижды в неделю, так вы сможете избежать резких обострений подагры. Пробовали ли вы эти рецепты для лечения подагры? Расскажите о результатах и поделитесь собственным опытом борьбы с этим недугом. Продолжение следует... Продолжение следует...